Ну я доверяла, доверяла, доверяла. Я сначала сделала такой тактический ход. Я первый раз в жизни, каюсь вообще до сих пор, но первый раз в жизни я залезла в телефон. Какая глупость. Нужно это делать регулярно, просто постоянно. Ну конечно, нужно проверять всё. Я как-то считала, что такое поведение не для меня точно. Но я залезла в телефон, кое-что, конечно же, там нашла пару переписок. Сказали об этом. Да, когда в тот же день, когда я это всё прочитала, я просто сделала так, что я уже точно знаю по факту. И он уже не мог отвертеться и, естественно, признал. Любил меня? Больше любил. Может быть, ему было просто удобно? Такая красавица, живёт отдельно, платить за квартиру не нужно. Иногда даже уезжает на гастроли, и у него есть свобода встречаться с другими женщинами. Знаете, может быть, просто было удобно? Возможно, было удобно, да, соглашусь, наверное. И он мне сказал однажды, что, говорит, ты знаешь, любимая, я не хочу строить нашу семью с тобой в какой-то съёмной квартире. Нам нужна наша квартира, поскольку он не мог меня привезти к себе, где он живёт с папой. Лучше девятикомнатная или трёхэтажный дом. Потому что так откладывать женитьбу можно до бесконечности. И вот эта кормёжка обещаниями долго была? Ну, вот эти все полтора года она и длилась. Знаете, хотелось бы, чтобы мужчина, вот как я уже озвучила, был заботливый в первую очередь. Мне очень важно, чтобы с мужчиной было интересно, чтобы он мог что-то мне рассказать, чему-то научить, чего я не знаю. Хорошо. Яночка, а можно я с вами поделюсь как взрослая женщина? Вот эти девчачьи мечты по поводу заботы. Некогда заботиться, вы взрослая тётя, сами о себе позаботитесь, понимаете? Жизнь тяжёлая, нужно выживать хором. И дети должны помогать, и родители, все, все должны быть вместе. А в браке, ну вы же не инвалид первой группы, правильно? Что о вас заботится? Мне хотелось бы, чтобы у него был стержень, чтобы это был действительно мужчина, не парень. Если раньше я приоритетно... А вы как мужчину от парня отличаете? Хороший вопрос. Ну, наверное, это уже мужчина постарше, то есть это вот, чтобы ему было 30-35. Потому что до этого у меня было... Понимаете, вот сегодня девчонки уже говорят, вот только хотя бы сам себя пусть обеспечивают, чтобы не на моей шее. Уже счастье! Понимаете?